Яким чином будет отстеживать и ответить перед вами за сторинку УФБ эти самые посты, что они действительно установлены? Это очень легко, все вы знаете. Это не посты. Это распространение, таргетинг, сообщения, социально важные, экономические и политически важные для населения информации. Это о субсидиях, это о предоставлении услугах, это о информированности населения о тех или иных вещах, которые администрации сидели. Вы все знаете, что Фейсбук очень гибок, он очень прозрачен и информационное агентство согласно договору предоставляет и может предоставить полностью отчет о таргетинге, о количестве тех людей, которые вы видели это сообщение, о количестве тех денег, которые она потратила. Данный тендер был прописан абсолютно прозрачно, эффективно. Там было выписано все, чтобы не было никаких вопросов, связанных с тем, чтобы вы когда-то увидели рекламу, сказали, откуда реклама, откуда деньги. Там все выписано, все прозрачно, честно, потому что сама система Прозоров подразумевает именно прозрачность, честность и открытость, доступность к тому, что… Это сгідно самого тендеру. Мы сейчас говорим про бюджетные деньги. За каким направлением будут сплачивать именно эти услуги? Не размещение у официальных ЗМИ Украины? Что вы имеете в виду под направлением? Сколько конкретных денег будет приватить именно на социальные сети? В данный момент было заложено по данным исследований, которые были разных социологических структур, последняя была USA, которая говорила, что в Николаевской области пользователей интернета смешиваясь около 60% есть, а Facebook пользуется где-то там 17%, YouTube пользуется 30%. Соответственно, в таргетинг, который распространяет одно информационное сообщение, будет охват около 170 тысяч, количество денег, которое должно быть потрачено, оно очень гибкое, потому что все зависит от того, как открывают, как смотрят. Это все информационное агентство, и оно будет отчитываться, и оно будет прозрачным. Но предусмотрено. Вы имеете в виду, что может быть потрачено меньше, чем предусмотрено, правильно? А предусмотрено сколько? Ну, на акту 170 тысяч? Нет, денег, денег. Неизвестно. Нет. Нет, подскажите, пожалуйста. А як переверите проконтролювати вам? Выконання договорных умов? Тобто вам информационное надаеет доведку. Все согласно договору. Як вы будете контролювати? У нас над договором прописаны договоры условия, контроль, выполнение работ. Согласно акту выполнения, механизм в Фейсбуке есть, вы это знаете. В кабинете? В кабинете Фейсбуке присутствует отчетность, количество охвата. Тобто скриншоты с актом, выполненные в работе. Скорее всего, да. А почему? Хоча б скриншоты будут заверены нотариально? Вам то не знать, что и вы же пользуетесь этим ежедневными запросами. Делайте запросы, вам все ответят, покажут все. К тому же, насколько я знаю, что руководитель этого информации, агентство тут же дал комментарии. Нет, он не скрывается, он объяснил и канал в Интересе, не ошибаюсь, и всем остальным, как это будут делать, все, что там связано, все продаж. Он объяснил, что деньги идут напрямую в Ирландию, в центральном офисе в Фейсбуке. Тут нема посередників и все державные деньги, он сказал сразу, что идет за угодой про это расширение в Ирландии. Это мне вопрос? Нет, я зрозумела. Вы понимаете, что такое таргетинг? Я все, да. А каким образом будет считать вот этот таргетинг? Все согласно того инструмента, который предоставляет. В Фейсбук и Ютуб. Вы доверяете таргетинг, программе, которая считает таргетинг. А вы? Я нет. Еще вопросы. Вы же говорите, что легко можно накрутить посещение и все остальное. Даня, задавал правильный вопрос. Как вы проконтролируете? Согласно акту выполненных работ и отчету информационного института. Вы же понимаете, что в акте можно написать что угодно? Не понимаю, проверяйте. А как проверить? Опять же, какие инструменты проверки этого всего? Согласно закону и договору, и акту выполненных работ, и той структуре, которая тендер объявила, та структура тендер, которая выиграла, есть договоренность. Согласно договору, вся работа будет выполнена в рамках закона. Имиджи области позитивные. Поэтому здесь будет эта ситуация исправляться и здесь очень эффективно используются средства. По отношению к фейсбуку и охвату, я еще раз хочу сказать, мы используем все доступные способы, все доступные методы эффективного охвата людей. Почему мы не имеем права и возможности использовать этот канал коммуникации с людьми? Предположим, все вы знаете, что есть проблема с информированностью людей о тех или иных программах, которые мы предоставляем. О субсидиях, о предоставлении жилья, бесплатного, каких-то там льгот и все остальное. Это все позволяет сделать, в том числе и через этот канал. Я говорю о тех деньгах, которые были выделены областным депутатам, проголосованные в рамках 4 с чем-то миллиона, там эффективно используются деньги и на телевидение, и на газеты, и в том числе на интернет-ресурсы. Поэтому мы посчитали, что это наиболее эффективный вариант целевого использования денег. Кто посчитал? Конкретно, а звучит, кто посчитал? Что это будет целесообразным? Какое количество жителей Николаевской области заходят на Интерфакс Украина? Или на Мониан? Что это? Сужение целевая аудитория Николаевской области. Николаевской область. Кто посчитал? То, что вы сейчас выяснили? Вы посчитали, что эффективность? Команда Николаевской области? Вы посчитали, кто конкретно отвечал за этот подсчет. Какой именно подсчет вы имеете? О чем вы сейчас говорите? О чем вы сейчас говорите? Вот сейчас это бред. Либо вы отвечаете на вопросы, или что именно вы хотите от меня услышать? Нет, вы только что говорите. Кто посчитал конкретно, перед тем, как заключать этот область, что это наиболее эффективный механизм? Конкретно фамилия чиновника? Есть прозоро. На прозоро были выставлены требования. Требования на эти средства эффективно использовать по освещению до нового. Правильно. Ваши слова. Вы сказали, что мы посчитали, что это будет наиболее эффективно. Кто мы? Команда Николаевской области, держава администрации. Юристы, экономисты, фамилии. Озвучьте фамилии, пожалуйста. Вы сейчас собрали бред. Озвучьте конкретные фамилии. Я отвечаю за... Я понял. Ответьте, пожалуйста, озвучьте свои функциональные обязанности. Нет. Я хотел ответить. Мои функциональные обязанности. Я советник губернатора Николаева. Функциональные обязанности по пунктам. Есть ли они у вас или нет? Я у вас не знакома. Озвучьте, пожалуйста, функциональные обязанности. Вы каждый день приходите на работу. Вы должны понимать, чем вы занимаетесь. В данный момент моя должность позволяет, моя должность и моя советник связь с общественными. Хорошо. Функциональные обязанности. Наиболее эффективно выстраивать каналы коммуникации между областом администрации, главой администрации и населением области. Спросов больше нет. Сколько человек отвечает за информационное обеспечение вот этого сайта? Это брифинг, который касается сегодня тендера и вопросов к тому, что... Вы не считаете, что это тендер, это тупо воровство двух-двух миллионов рублей. Ваше личное мнение. И когда у вас зарплата? Почему в этом тендере не предусмотрены такие каналы коммуникации, как ВКонтакте, Одноклассники? Вы правительство, вы знали, что президент подпишет сегодня... Все вы знаете, что эти каналы являются российскими. Послушайте, это эффективные каналы, ахват их намного больше, чем... Почему не в Инстаграме? Объясните, потому что они не эффективные. Это вы, это кто, кто подсчитал? Есть исследование. Вы можете знакомиться с исследованием, которое проведено недавно... Тогда почему на Ютубе? Вы сказали, что вы на Ютубе больше, чем на Ютубе? На Ютубе тоже. Знаете, исследование было проведено в январе, в марте этого года. Кроме того, что это проводила американская структура, проводили еще мы, Лич. Еще раз, я вам говорю, что вы не знали, что ВКонтакте будут закрыты. Я прекрасно знаю, все знаете, что система ВКонтакте, социальная сеть... Это сеть российская. Я плачусь российской компании деньги. Вопросы по данному... Хорошо, у меня вопрос. Сколько осталось еще денег облгосадминистрации на высветывание деятельности? Из тех всех 4 миллионов, которые выделены были... Точно не могу сказать, сейчас заключаются договора с районными газетами и еще не... Без тендера. Договора. До тендерных. До тендерных. С кем еще заключены до тендерных газетов? Ну, а сущи. С кем именно? Газеты, телевидения. Ригня и Вечерка у вас уже давно заключены. Еще после этого с кем-то вы заключали договора? Мы в данный момент находимся в стадии заключения договоров с районными газетами. По заключению договоров вы можете ознакомиться. Это запрос, он не в курсе. Арман, скажите, какие информационные поводы, информационные посылы будет Николаевскому госадминистрации подавать через УНИАН и другие, и Фейсбук, собственно, к аудитории? Например, из какой области, скажем так? Ну, выделение средств, выделение земли участникам этого этого не является. Единственное. Это не является теми вещами, которые Николая может быть на предыдущих, командирующих. Вопросы цивилизации выбора тех, что сейчас есть, объединенных громадных лидеров по количеству людей громадных. Вы считаете, это улучшит имидж Николаевской области на Украине? Да. Больше всего, да? Нет. Ну, все будет в рамках того, что будет происходить. Есть множество программ, есть те вещи, которые мы инициировали, деятельность. Как вы считаете, средства массовой информации не будут публиковать информацию, предоставленную Николаевской области, область администрации, о выборах в объединенных громадах, о выделении земли участникам АТО и другую информацию? В ответный вопрос. Какое количество средств массовой информации от Николаевской области поднимается на уровень, общеукраинский уровень и является тем источником, с которого берут бесплатно? Тогда у меня другой вопрос. Тогда у меня другой вопрос. С какой целью Николаевская область в Украине хочет улучшать имидж Николаевской области? С какой целью? С власти страны. А чего? Ну, ничего странного. Какая конечная цель? В основном, если вы посмотрите на СМИ и посмотрите на информационные сообщения, она немного в негативной области. А это позитивно. Мы являемся областью, которая привлекает туристов. Мы являемся областью, которая привлекает инвестиции. Для этого нужно эффективно, позитивное формирование имиджа области. Вы согласитесь со мной, что если Николаевская область в Украине отремонтирует дорогу на Очако, к примеру, капитально, об этом напишут все СМИ, и это будет эффективнее, чем просто говорить о том, что... Одно, другое не исключает. Скажите, а с чем связывает вообще то, что в негативном свете сейчас Николаевская область освещается в Центральных Законных средствах массовой информации? Я давно эту дискуссию веду с представителями СМИ. Это нужно ваше спросить, потому что в основном вся информация, которая печатается и подается, она интересна СМИ, вообще украинскому, только когда она там, кто-то, как она торговляет. Вы не связываете это с деятельностью тех же структурных подразделений областной администрации, городской и областной? Которые не способны создать позитивные информационные поводы для всеукраинских СМИ? Вопрос в незаконности, вопрос в эффективности. Договор вы уже заключили? Будет по предоплате предоставление услуг? Они уже начали работать? Уже есть какие-то первые результаты? Это какие-то процедуры по утверждению в казначействе и тому подобного вещей? Отчетность предусмотрена, количественная, качественная? Я вам еще говорю, по акту выполненных работ, отчетность предусмотрена, количественная, качественная? Сколько разместили? Какое количество? Согласно акту выполненных работ, там будет заключаться отчетность. Отчетность будет. Я запутался. Вы вначале говорили о том, что охват это жители Николаевской области. Только что вы моему коллеге сказали... По таргетингу, по странице ОДА в Николаевской области. То есть Униан, Украинформ, там в принципе без разницы, какой будет читатель. Николаевский, не Николаевский, читатель всеукраинский. Вы считаете, что эти сайты не читают? А? Вы считаете, что их не читают? Я вот у вас хотел спросить, вы говорите, что вы проводили исследования. Какой процент жителей Николаевской области читает Униан? Украинформ. Интерфакс. Я говорю о Фейсбуке. Согласно исследованиям, проведенным в январе-марте, количество пользователей интернета и Фейсбука является 60% и 18% в Николаевском. И согласно этому выставлялись требования, чтобы таргетинг заключался в 170 тысяч охвата минимум. То есть по Униану, Интерфаксу и Асталим исследования не проводились? Я вам говорю о том, что Фейсбук, почему мы используем этот канал коммуникации? Ну пусть с ним, с Фейсбуком интересуют больше все украинские СМИ вот сейчас. Ну какой там охват, Фейсбук, я этого не знаю. То есть исследовали микроводинги, да? Из головы же взяли эти сайты. То есть вот просто взяли, потому что это кому-то нравится. Почему это 5, а почему нет украинской правды? Задайте вопрос, это вопрос к информационному агентству. Так оно участвовало с ЧПШ какой-то. Вот смотрите, в этом тендере есть все признаки фиктивности. Вот и все. Я вам задаю прямой вопрос, не считаете ли вы, что это прямое хищение бюджетных денег, 2-2 миллиона, лично вами? Нет. Сколько человек работает на имидж этого сайта? Вот у вас, вот вы, как советник главы по связям с общественными, сколько человек озвучите? Конкретно, 30, 150. У меня еще есть вопрос. Конкретно по Фейсбуку. Вот вы сказали, что вы проверяли аудиторию по Фейсбуку, да? И вот написано 218 сообщений, и средняя стоимость тоже можно, в принципе, посчитать. Как вы определили, что именно 218 сообщений нужно? И как вы относитесь к тому, что такая стоимость средняя выходит в сообщения? Понятно, что где-то больше, где-то меньше? Я хочу уточнить, что это стоимость не сообщения, а охвата 170 тысяч населения одного информационного сообщения со страницей Фейсбука. Ахват, таргет. Это не стоимость одного поста в Фейсбуке. Прошу прощения, а если не будет такого количества охвата, что тогда? Сколько будет, столько охвата. Согласно акту выполненных работ, согласно охвату, будет проплатно. Еще вопрос. Когда проводится тендер, все компании, которые участвуют, подают определенную документацию, которую требует заказчик. Требовали ли вы количество сотрудников компаний, и если да, то сколько сотрудников работает в этой... Данный тендер я не формировал, я этим не занимаюсь. Почему тогда вы проводите брифинг на эту тему? Потому что я являюсь советником губернатора по связи с обществом. Вопрос связан с том, что сегодня является этот вопрос очень острым. И местные СМИ реагируют именно на факт того, что мы не целевой используем деньги, а именно посты в Фейсбуке стоимостью 100 долларов. Это неправда. Пост в Фейсбуке не стоит 100 долларов. Это, блядь, охват. И по количеству охвата 170 тысяч – это достаточно эффективно использование в Фейсбуке. Все остальное – это некому. Но согласно этой программе, мы должны выделять деньги на освещение социально-экономической и политической жизни области. И до внесения информации жителям Николаевской области о том, что происходят такие программы и действия, которые... А бесплатно нельзя, нет? Ну, так вы говорите о жителе Николаевской области, хотите размещаться на Униане, на Интерфаксе. Какие еще у вас вопросы? А как вы думаете, будет ли интересно жителю Житомира, допустим, сколько воинов АТО получила квартиры, допустим? Я думаю, это крайне важно. И очень интересная тема, когда Николаевская область является лидером по предоставлению жилья и земли воинов. Скажите, пожалуйста, нам в системе Прозора указано, что контактное лицо Гляева Юлия. Кто она такая? Почему ее сейчас нет на Брекинге, в принципе, если она контактировала и, я так понимаю, размещала? И я не являюсь сотрудником Прозорой сайта, и я не являюсь... Нет, контактное лицо... Заказчика. Я сегодня, как советник губернатора, хочу вам объяснить по ситуации вокруг процесса и вокруг... Роман, вы могли отправить пресс-релиз, если вы не отвечаете на один вопрос, мы могли отправить пресс-релиз с фразой, что это не пост, это таргетинг, это 170 тысяч. Просто, ну, это наше время. Мы пришли задать вопрос и не получили ответов. Пресс-релиз.